Доброе утро! Сегодня 4 сентября, время 8 утра, и я иду на учёбу, и вы идёте вместе со мной. Ладно, на самом деле вы просто собираетесь вместе со мной. Я вам покажу свою такую небольшую утреннюю рутину, часть из которой я уже сделала, но прошу меня простить некоторые вещи, я хочу оставить на день я с собой. Накрасимся, уложимся, выберем образ, соберем сумку и пойдём на учёбу. Я очень надеюсь, что вы любите такие форматы видео, потому что лично я их обожаю. Особенно смотреть чужую утреннюю рутину, я просто фанат такой штуки. Я уже полчаса на встала, сделала свою утреннюю рутину, приняла душ, приняла немного холодный душ. У меня в последние дни тоже был привычку, я с чувствую намного-намного свежее и бодрее после этого. Сделала вакуум, здесь фрагмальное дыхание. Сейчас пью свою тёплую водичку, сижу, смотрю на утренний свет, романтизирую сегодняшний день. На самом деле я с детства очень люблю первый день учёбы, для меня это очень важно, так трепетно. Я рано встаю, всегда долго готовлюсь. Не знаю, мне вот важно как-то так красиво, классно, интересно, с удовольствием для себя начать учебный год, чтобы весь остальной был такой же приятный. Не забывайте пить тёплую водичку. Кстати, для меня какой-то переход осени чувствуется очень резко, потому что сегодня я проснулась, я очень долго не могла встать из одеяла, из пододеяла, потому что дома было холодно. Да, я уже отвыкла какого-то открывать на ночь окна, терпеть же руку, потому что у нас её давно не было. Сегодня всё уже холодно, уже всё по-осеннему, уже всё не шутка, да. Первым делом после умывания я делаю свой массаж микротоками, вот таким вот девайсом от LMDL Skin. Мне очень нравится, я писала в своём телевом канале, что, не знаю, возможно, у меня какое-то самовнушение или что-то такое, но я в этом сомневаюсь всё меньше и меньше, потому что, мне кажется, действительно у меня стала плотнее кожа, меньше отёков и более ровный тон кожи. Я делаю массаж просто по массажным линиям, как Гоша, но Гоша мне нравится. Мне положили в подарок массажный гель, но я не пользуюсь, я пользуюсь своей эссенцией от вкуса RX. Вот такой, она классная. Далее я нанесла вот такой вот крем тоже, это же фирма, мне его тоже положили в подарок. Я им иногда пользуюсь, потому что он менее жирный, чем мой вечерний крем, и при этом более питательный, чем мой дневной крем для теплого времени суток. На самом деле, мне нужно просто зайти и купить новый крем. Сейчас я скажу вам про свои недавние прикольные бьюти-находки. Первая это вот такая вот пенка от Аравия, называется она антиактная пенка для умывания. Я её пробовала у своих подружек. Как она оказалась у девчонок просто с идеальнейшей кожей, я не знаю, но мне она очень понравилась, мне тоже очень нравится. Она очень недорогая на самом деле, прям бюджетный вариант. При этом она вообще не сушит кожу, она очень мягко очищает её, она очень приятная. У меня, чтобы вы понимали, просто пылятся Биодерма, Ультра Сьюзикл, Доктор Джарт, потому что я пользуюсь вот этой пенкой. Она мне очень нравится, совершенно не сушит кожу. А так как я начала пить систему ретиноидов, я её стараюсь вообще никаким образом не присушивать, только увлажнять, увлажнять и увлажнять. Вот эта вот пенка мне пока что точно подходит. И вторая, это вот такая вот маска для волос. For Fresh Beauty интенсивная маска со состановления для окрашенных и перерождённых волос. У меня волосы были окрашены, я их красила, получается, 4-3 месяца назад. Я её попробовала на одном мероприятии, там был небольшой корнер с этим брендом. Не знаю, чем она мне подкупила, потому что явно не запахом. Она нормально пахла в пробнике, но когда я её открыла, и, честно, так расстроилась, я её всё равно нанесла, смыла, вышла к девочкам и сказала, скажите, пожалуйста, у меня воняют волосы. Они сказали, что нет, они очень приятно пахнут, но я не фанат запаха этой маски, зато я фанат того, как она работает на моих волосах, потому что я даже не наношу ни смывашки, когда её использую, что вот эти вот две баночки мне сейчас очень сильно нравятся. Она, кстати, тоже очень недорогая. Сейчас я использую очень классный SPF от Beauty of Chison. Насколько я помню, так произносится бренд. Я его заказывала в магазине корейской косметики. Сейчас это лучший SPF, который когда-либо использовала. А я использую SPF без прерывов с двадцатого года. Три года уже использую SPF. Я довольно много, думаю, всё-таки пробовала SPF. Он, во-первых, очень лёгкий. Во-вторых, он не выбеливает кожу. У меня были экземпляры, которые сильно выбеливали кожу. У меня были экземпляры, которые сушили кожу. Вот этот вот, он очень-очень классный. У него хорошая текстура. Он идеально ложится под макияж, добавляет немного сияния. В общем, я фанат этого SPF. У меня появился и уже закончился новый фаворит в мире консилеров. И это Chic. Он просто потрясающий. У него прекрасная текстура, прекрасная стойкость, прекрасный оттенок. В нём идеально всё. Вот на как он закончился. Мы будем использовать по старинке. Мой тоже любимый от Artvisage. Просто он чуть-чуть полегче. В последнее время я стала наносить сначала консилер, а потом уже финальную основу. Почему-то мне так нравится больше. Покрытие легче, но при этом всё лишнее скрывается. Тушую я его кисточкой 06 от Chic. Кстати, для тех, кто не знает, не подписан на мой инстаграм. Надеюсь, такие люди здесь есть, новая аудитория. Я учусь в Школе экономики на программе медико-коммуникации в Санкт-Петербурге. Вот, я сейчас перешла на второй курс. Мне 20 лет. Вот, по сути, я, наверное, должна была перейти на тесте, но после школы я не сразу пошла в универ. У меня был Cap Here. Вот, поэтому сейчас я только на втором курсе. У нас сегодня пара начинается в 11, значит, в 10 не нужно выйти из дома. Я, кстати, не подумала о том, что у меня сегодня SPF, что у меня сегодня тон с SPF. Вот, в принципе, можно было не наносить основной, не преображать кожу, потому что довольно большой фактор, 42. Но, если честно, я почему-то не верю в то, что в тоннелях такие большие SPF-факторы. Мне кажется, то, что они намного-много меньше. Наношу немного тонального крема сверху кисточкой от Chic 2. Мне, кстати, долгое время нравилось носить бьюти-блендером, но сейчас больше нравится кисточку. У меня недавно была чистка и пилинг для подготовки к ретиноидам. И у меня шелушилась сильно кожа после пилинга. И я накрасилась, когда у нас был Грэш Сэйл позавчера, потому что вот пилинг я меньше недель назад делала чистку. Он был не какой-то суперкислотный, я там не облизала как змея, но всё равно кожа обновлялась. В общем, я накрасилась, и в конце дня у меня просто вот здесь вот началось слезать кусочками кожи. Поэтому сегодня я постаралась максимально улажниться и вчера, и позавчера, чтобы избежать такого дальнейшего, потому что я терпеть не могу, когда тон как-то лежит не идеально, потому что лучше тогда уже вообще без тона. Мне нравится тон от Миши, но пока что после лета, хоть я и на шуспе, всё равно загорала немного. Он мне слегка светловат, но ещё чуть-чуть он будет мне прямо теален. На камере, кстати, нормально выглядит. Вот, у меня ещё очень много осталось крема на руке, но я его уже не буду наносить, потому что лучше иногда остановиться. Теперь я беру скульптор от Chic в первом оттенке Perfect Sculptor и свою старенькую кисточку с моего первого набора кистей от Soda, но до сих пор им пользуюсь, добавляя объёма. На самом деле, мне очень нравится этот скульптор, потому что он очень-очень лёгкий, у него, видите, больше какого-то светлого пигмента с сиянием, чем тёмного, поэтому им очень тяжело напитнить как-то. И лотёнка напоминает мне даже больше бронзер. Я нравится своего тёплого оттенка, потом я его так не стесняюсь наносить, совершенно даже немножко на яблочки, как будто бы такая загорелая чуть-чуть, на периферию, на лоб. Мне нравятся сухие текстуры, может быть, потому что у меня по природе кожа комбинирована, больше жирная, особенно на метазоне, и мне как-то удобнее работать с сухими текстурами. Теперь другой кисточкой. Этот набор я заказывала в Янекс Маркете, просто no name, но мне нравится он классно. Ещё добавляю тени вокруг губ. Здесь главное вовремя остановиться. И ещё я добавляю этот же скульптур на веки немного. Теперь я беру свои любимые румяна от L'Oréal Paris Blush of Paradise оттенки 03 Mellon Dollar Baby, которыми я уже пользуюсь какое-то бесконечное количество времени. И ещё использую кисть 04 от Chic. Я обожаю, просто страстно люблю этот оттенок румяна. У меня есть несколько других оттенков, и я иногда ими пользуюсь, но всё равно я возвращаюсь к этому оттенку каждый раз. Не знаю, мне кажется, у меня нет каких-то знаний, которые можно набирать в макияже. Я просто делаю, как чувствую, как мне кажется, у меня идёт. Так я и делаю. Добавляю много румяна. Потому что я обожаю. Я просто на всё лицо. Вот сюда немного, сюда тоже. С ними, конечно, можно переборщить. И это не так уж и сложно. Но вот если честно, я лучше переборщу. Чё нанесу мало румяна. Знаете, как я вижу видосик, когда говорят, что нужно делать вот так вот и вот так вот. Я просто на всё лицо фигачу эти румяна. Потому что, ну я не знаю. У меня вот, если на мне румяна, то всё. Я могу хоть пир, хоть мир, хоть добрые люди. Если где-то что-то всё-таки баршинули, берём кисточку оттона. И сглаживаем углы. Теперь быстренько брови. Я беру карандаш от Evienne Sabo с тонким наконечником в втором оттенке. Я беру гель для бровей от Chic и укладываю. Ну, у меня тут ничего сверхъестественного, всё очень просто. Теперь я беру всю ту же пудру от Circle. Высыпаю немножечко. Блин, там немножечко. Так, маленькую кисточку от консилера. И притаптываю. То есть так, где ничего не должно никуда уползти. Только что. Дальше я наношу хайлайтер. Который я недавно забрала из Красноярска. Вспомнила, какой он на самом деле прикольный. Наношу его всё той же кисточкой. Ну вот, это такой хайлайтер, с которым можно переборщить. Потому что, во-первых, он не светлый. Темноватый. Наверное, для загорелой кожи. Знаете, он как дёрнется. И всё, у тебя уже сияет всё в лицо. Наношу ещё вот сюда. И этот хайлайтер мне нравится использовать таким очень тоненьким слоем на всё веко. Прямо до бровей. Не знаю, мне кажется, я в макияже всегда руководствуюсь принципом. Любые продукты по чуть-чуть на всё лицо, чтобы всё выглядело натурально. Моя любимая тушь от Darling. Коричневая. Я люблю прямо многое на кончике. Коричневая струбается. Я стараюсь максимально это видео приведить к реальной моей рутине. И она не всегда какая-то вылизанная и идеальная. Иногда я могу проспать или не накраситься. Или сделать не укладку на утюжок или на плойку, а собрать залезанный пучок, потому что не успела помыть голову. Вот. Сегодня я просто заранее проснулась, чтобы комфортно собраться. Первый день учёбы и, конечно же, параллельно снять для вас видео. Я беру каял от Chic в отличном оттенке 0,2. Мне он очень нравится, он очень стойкий. Я просто прохожусь. И у него скорее поверхность слизистая. Потом я беру вот такую вот маленькую кисочку от Soda из того же моего первого набора. Которая, кстати, сломала, чтобы она поместилась в сумочку как-то очень давно. Очень дешительно. Наношу немного вот такую легенькую стрелочку. Переходим к завершающей части макияжа. Губы. Хотя я буду завтрак. Ладно, я сегодня накрашу, потому что этот тинт, он не очень стойкий. Это тинт от Luxe Visage. Четвёртый оттенок. У меня таких три оттенка. Мне очень не нравятся, но они действительно не очень стойкие. Ладно. Делать губы дальше я смысла не вижу, потому что я сейчас буду завтракать. Сейчас идём завтракать, потом сушиться и делать укладку. У меня ещё сейчас время. Надеюсь, я успею всё это сделать как нужно. У меня сегодня довольно быстрый завтрак. За пять минут. Так же быстрее я его съем. Кстати, интересный факт обо мне. Я всегда, когда ем одна, на завтраке или там ужинаю, если не какой-то прям пищи, или просто вкусно поесть, я ем без ничего. Я не читаю, не смотрю видео, ем очень быстро. Не знаю, я считаю это полезной привычкой, потому что всё-таки это отвлекает. Когда ты ешь, что-то смотришь, что-то читаешь. Сегодня у меня на завтрак тосты с авокадо. Ладно, это хлеб с авокадо. Мой любимый Доктор Корнер с крованскими травами и черри. Также безлактозный йогурт. Для экономии времени я даже не стала всё это перемещать в такую тарелочку. Я добавила просто виноград и всё. Итак, я посушила волосы. Хотела сказать вам, что использовала я вот такую термозащиту. И использовала вот такой вот спрей для объёма, который я взяла на заметку у визажиста и стилиста полосам, которых я укладывала мне на съёмку. Но, кажется, я не умею им пользоваться, потому что, когда она меня укладывала, у меня какой-то был бешеный объём. Ну, конечно, там она ещё укладывала каким-то особым образом, вот. Ну, я не знаю, у меня пока такой объём. Скорее, это мой естественный объём, чем от какого-то стайлинга. Добавлю ещё один-то. И добавлю вот такую вот классную помаду тоже от Darling Bad Kiss в третьем оттенке. Всё, макияж точно полностью готов. Остались только волосы, и у меня есть ровно полчаса времени сделать волосы и одеться. Так, здесь я делаю всё, как обычно, как я вам показывала в своём видео с ежедневной укладкой и ежедневным макияжем. Сначала я выпрямила, теперь я закручиваю. Мне очень нравится то, что у моих соседей в полдесятого утра дискотека. Я не знаю, слышно ли музыку через камеру, но не очень хорошо слышно. Эффект, который я больше всего что-то от тетинайдов и их главного назначения для лечения кожи, это период, когда у меня начнёт меньше грязниться голова, потому что высыхаются слизистые, кожа сохнет и голова тоже вырабатывает меньше себума. И я сейчас мою голову каждый день, и я просто хочу хотя бы какое-то время пожить мою голову раз в несколько дней. Тогда я даже могу каждый день ходить с укладкой, но укладываться не каждый день. Вот так это пока что всё выглядит, сейчас мы это всё приведём в порядок. Я нанесу немного спрея для сияния от Bad Hat, от TG Bad Hat. Мне он, естественно, нравится так, 50 на 50, потому что на прямых волосах он просто грязнет волосы, а вот на локонах он даёт сияния. Но я его не наношу на корни, даже я вот сюда его не наношу, хотя обычно я весь тайник наношу прямо на все волосы. Эта штука, конечно, продаёт сияния, но она и утяжеляет. В случае с моими волосами точно я не знаю, какого я онимения, вроде да, а вроде как-то и нет. Но вот на прямые волосы я точно не наношу, хотя я хотела использовать её и для волнистых волос, и для прямых. В общем, вот такая получилась укладочка, очень-очень лёгкая. Чтобы сделать её объёмнее, нужно просто завить по слоям, разделить на ярусы, нижний, средний, верхний и завивать так, как будет укладка объёмнее. Всё, пора собирать аутфит. Итак, что я надену? Сначала я надену майку от Iron Pomerode, обычная майка-алкоголичка. Она, кстати, классная, хорошего качества, мне очень нравится материал. Далее я надену свои юбка, шорты и зары. Кстати, это мой вообще любимый формат низа, потому что я очень люблю мини и очень не люблю, переживаю насчёт того, что тут будет видно. Поэтому юбка, шорты, лайфхак для тех, кто любит супер-супер мини. Но ещё, кстати, у меня есть маленькие шортики, которые я надеваю под юбки. Маленькие, чёрные, бесшовные. Их можно заказать там на Валбрис, на Озоне. Вот, они тоже помогут вам меньше беспокоиться, если у вас очень короткая длина. Я надеваю свой пиджак личи. Мне очень понравился, я его взяла себе. У него снимаются воротничок и рукава. Я их только что надела, надеюсь правильно. Упси. Майку я надеваю на тот случай, если мне вдруг станет жарко. Ну, хотя я вот вижу, там женщина гуляет в кубке. А колготки я пока что отрицаю, поэтому я сегодня без них. Не знаю, может быть, стоит надеть. Я тут не хочу, если честно. Ну, блин, я неправильно наделаю кубку. Две кубки даже безнаружи, а они внутри. Я не знаю. Но у меня уже нет времени ничего менять. Ладно, я села и ставлю. Не верю. Да, вот такой вот пучок. Нужно только всё почистить это роликом. Сейчас всё сделаем. Не забываем про аксессуары. Сегодня у меня золотая фурнитура, поэтому аксессуары тоже будут золотые. Такая, конечно, студентка. Куда деваться? Собираем сумку. Я купила себе вот такой вот чудесный винтажный рюкзачок. И знаете, он мне пришёл, и я так испугалась, потому что не купила, что в него не влезает планшет. Вот. Но потом нашла способ. В общем, я с собой беру айпад. Я на нём пишу конспекты, учусь. В целом я всё делала на айпаде по учёбе. Я пользуюсь приложением Woodnose. Сейчас покажу, в ком это выглядит. Такие вот конспектики. Это у нас была экономика. Вырисовали графики. В общем, очень удобно. Беру с собой айпад, пенсил. Потом я беру маленькую косметичку. В неё я кладу тин, который я сегодня использовала. Консилер, на всякий случай. Гель и бровей, на всякий случай. И помазку, которую я сегодня использовала, тоже на всякий случай. И пальцам для губ. Расчёску. По мелочи у нас санитайзер. Маленький кошелёк с мелочью и наличкой. Штучки, которые не надо пить перед едой. Паспорт. Я беру два, потому что у меня уже действует мой паспорт. Я вот так и не поменяла. О процессе. Вот. И кардхолдер с пропусками. С карточками. Сейчас покажу вам свой пропуск в универ. Такой вот. Ай, и, вероятно, я беру пару резинок с собой, потому что так надо. В общем, вот так вот я как-то выгляжу. Ну что, друзья, на этом всё. Я собралась. Сейчас уже выхожу из дома. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Мне очень приятно. А если вы хотите видеть мне какие-то видео, если у вас какие-то идеи, то обязательно пишите их в комментарии. Я всё читаю, на всё отвечаю. Пожелайте мне хорошего учебного дня и учебного года. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok